Добрый день, уважаемые коллеги. Мультипараметрическая МРТ все чаще используется для выявления и стратификации риска развития клинически значимого рака предстательной железы. По-прежнему существуют требования к стандартизации методик МРТ, к обучению радиологов и их оптимальному применению. Для удовлетворения этих требований Американский колледж радиологии, Европейское общество урогенитальной радиологии и ФОД АдмитТех создали международную экспертную группу для разработки системы визуализации предстательной железы, системы ПАИРАЦ. Система предназначена для стандартизации методов получения изображений, интерпретации МРТ предстательной железы, что имеет решающее значение для управления, коммуникации, сравнительных исследований с участием нескольких учреждений и обеспечения качеством для многоцентровых исследований. Еще в 2011 году была выпущена первая версия ПАИРАЦ, при которой баллы при этом суммировались. ПАИРАЦ второй версии была разработана на основе консенсуса с использованием комбинации опубликованных данных, а также экспертных наблюдений и мнений. После трех лет разработки она была выпущена в режиме онлайн и в начале 2016 года была опубликована. Вторая версия ПАИРАЦ получила быстрое широкомеждународное признание среди ардиологов и урологов и широко используется в повседневной практике и исследованиях. Недавние исследования документировали высокую точность ПАИРАЦ второй версии при обнаружении клинически значимого рака предстательной железы. Впоследствии многочисленные исследования подтвердили ценность этой второй версии, но, как и ожидалось, они также показали некоторые несоответствия и ограничения. Например, был определен ряд конкретных критериев оценки, которые требуют уточнения и корректировки. Кроме того, некоторые технические вопросы, связанные с получением данных мультипараметрической МРТ, подлежат обновлению и уточнению. Для решения этих вопросов руководящий документ рекомендовал внести ряд изменений в ПАИРАЦ второй версии, сохранив структуру присвоения баллов отдельным последовательностям и используя эти баллы для получения общей категории оценки. Учитывая ограниченный объем этих обновлений, эта версия называется ПАИРАЦ 2.1. Для оценки изменений в предстательной железе по ПАИРАЦ необходимо получать качественные изображения, требования к которым прописаны у руководящих документов. Это и размеры вокселя и другие параметры, которые были доложены предыдущим докладчикам. При анализе учитываются все основные характеристики очага, расположение в периферической или переходной зоне, форма, размеры, контуры, наличие капсулы, интенсивность сигнала, однородность, характеристики его контрастирования, а также наличие признаков инвазивного роста и метастазов. Разработаны и уточнены критерии присвоения баллов очагам при конкретной локализации очага в периферической или переходной зонах. Это два зрежных изображения. При расположении очага в периферической зоне 1 балл будет соответствовать однородно-высокой интенсивности МР-сигнала. Это норма. 2 балла – это линейные кленовидные участки или диффузные области умеренно сниженного сигнала без четких границ. 4 балла – это ограниченный однородный очаг или образование сниженной интенсивности сигнала в ткани простаты размерами менее 1,5 см. 5 баллов – это то же самое, что 4 балла, но размеры более 1,5 см или явная экстрапростатическая экстензия. 3 балла – это промежуточные данные, неоднородный сигнал и округленный участок с нечеткими контурами умеренно сниженной интенсивности. Сюда же входят характеристики, не классифицируемые как 2, 4 или 5. В 2019 году произошли некоторые изменения в интерпретации очагов переходной зоны. В настоящее время необходимо учитывать однородность и инкапсуляцию узелка. Полностью инкапсулированным узелкам теперь присваивается 1 балл. Ранее это считалось 2 баллами. Если же капсула узелка прослеживается не везде или он имеет однородно сниженный сигнал на Т2-звешенных изображениях, то это 2 балла. Также узелки могут быть неоднородными, с кистозными изменениями или находиться друг в друге, так называемый узелок в узелке. Естественно, такие тонкие нюансы можно визуализировать только на высококачественных изображениях. Пример атипичного узелка в аденоме простаты, имеющий округлую форму, четкие контуры, однородно сниженный сигнал на Т2-звешенных изображениях, повышенный сигнал на диффузии, низкий ЭКД без капсулы, а также васкулиризированный. В связи с вышеуказанным изменились критерии присвоения баллов очагам в переходной зоне под Т2-звешенным изображением. 1 балл – это норма или округлые полностью инкапсулированные узлы. 2 балла – почти полностью инкапсулированный узелок или однородный ограниченный узелок без капсулы, так называемый атипичный узелок, или гомогенная слегка гипоинтенсивная зона между узелками. 4 балла – это линзовидные или неограниченные и нечеткие области однородного умеренно сниженного МР-сигнала размерами до 1,5 см, ранее называлось симптом растертого угля. 5 баллов – то же самое, что 4 балла, но при этом размеры более 1,5 см или имеются признаки экстрапростатической экстензии. 3 балла – это промежуточные значения, неоднородный интенсивный сигнал с нечеткими краями, включая другие изменения, которые не классифицируются как 2, 4 или 5. Критерии присвоения баллов очагам по диффузионно-звешенному изображению одинаковы для периферической и переходной зон. 1 балл – нет изменений на ИКД-карте и на диффузионно-звешенных изображениях с высоким B-фактором. 2 балла – это линейный и клиновидный гипоинтенсивный очаг на ИКД-карте или гипоинтенсивный на 2 взвешенных изображениях с высоким B-фактором. 3 балла – очаг, который отличается от окружающего фона, гипоинтенсивный на ИКД-карте или фокально-гиперинтенсивный на 2 взвешенных изображениях, но не одновременно. 4 балла – очаги размерами до 1,5 см, явно сниженного ИКД и четко гипоинтенсивный на 2 взвешенных изображениях с высоким B-фактором. 5 баллов – то же самое, что и 4 балла, но только размеры более 1,5 см или есть экстрапростатическая экстензия. Динамическое контрастное усиление привносит дополнительную информацию в оценке выявленных очагов. Результат ДКУ в очаге может быть положительным или отрицательным. Критерии положительного результата заключаются в очаговом, раннем или одновременно с окружающей нормальной простатической тканью контрастировании. При этом имеется соответствие гиперваскулярного очага с подозрительным участком на 2 взвешенных изображениях или DVI. Отрицательный результат заключается в отсутствии раннего накопления контрастного вещества или при диффузном мультифокальном усилении без соответствия с подозрительным очагом на 2 взвешенных изображениях или DVI. Помимо первичной оценки очага, данные динамического контрастирования могут помочь в ситуациях, когда получены некачественные изображения DVI для определения приоритета среди множественных очагов у одного пациента и при поиске рецидива ракопростаты после операции лучевой терапии или эндокринной терапии. Однако необходимо помнить, что высокодифференцированные раки предстательной железы в большинстве случаев являются менее восклиризированными и поэтому могут демонстрировать отрицательный результат динамического контрастирования, особенно на фоне сопутствующего простатита, то есть измененного фона. В части случаев данные спектроскопии помогают дифференциальной диагностике очаговых изменений в предстательной железе, при этом при раке существенно возрастает соотношение суммы холины с креатином к цитрату. В первой версии PIRAS данные спектроскопии учитывались при анализе очагов. Для этого были выделены определенные количественные и качественные критерии. Однако во второй версии PIRAS данные спектроскопии не учитываются, что обусловлено сложностью выполнения методики, отсутствием стандартизации у разных производителей МР-систем. Необходимо точно указывать расположение очага в предстательной железе для преемственности лечебно-диагностического процесса. Поэтому широко используется схема сегментации предстательной железы, в которой выделяют основание, среднюю треть, верхушку, левую и правую доли простаты. В изменениях PIRAS 2.1 теперь всего выделяют 38 внутрипростатических сегментов, 2 сегмента на семенные пузырьки и 1 сегмент на наружный сфинктер уретро. Итого 41. Письменное заключение МРТ рекомендуется дополнять этой схемой с указанием расположения очага. И таких очагов в простате может быть несколько. Все они отображаются на схеме, но не более пяти, и выделяется индексный очаг. В итоге мультипараметрической МРТ врач-рентгенолог должен указать общую градацию изменений в предстательной железе, то есть вероятность наличия клинически значимого рака простаты. Эта вероятность может быть очень низкой, градация 1, низкой, градация 2, градация 3 – это данные подозрительные на клинически значимый рак, градация 4 – вероятно наличие клинически значимого рака, градация 5 – высокая вероятность клинически значимого рака простаты. Диффузионно-извешенное изображение является преимущественной методикой для общей оценки очагов, расположенных в периферической зоне. Поэтому балл на DVI практически всегда совпадает с итоговой градацией по и раз таких очагов. Только очаг с баллом 3 переводится в градацию 4 при положительном результате динамического контрастирования. Однако бывают случаи, когда диффузионно-извешенные изображения не получаются или получаются неудовлетворительного качества. Например, при протезировании тазоберного сустава часто имеются выраженные артефакты от металла. Тогда допускается присвоение градации PIRATS на основе анализа Т2-звешенных изображений динамического контрастирования. Однако это является существенным ограничением МР-исследований, что должно быть обязательно отмечено в тексте вашего заключения. Ранее при оценке изменений в переходной зоне приоритетной методикой было получение Т2-звешенных изображений, а данные диффузионно-извешенных изображений были несущественны. В изменениях 2019 года, помимо оценки инкапсуляции узлов, предлагается обращать внимание и на интенсивность сигнала на DVI. В случае частичной инкапсуляции или атипичного узелка гипоинтенсивного на Т2-звешенных изображений, наличие высокого сигнала на DVI и низкого ЭКД в этом узелке является основанием для присвоения градации 3 в этом очаге. Поэтому, согласно версии PIRATS 2.1, основное отличие для очагов в переходной зоне – это то, что некоторые узлы с двумя баллами по Т2-звешенным изображениям могут переходить в градацию 3, то есть подлежащие динамическому наблюдению. Обобщенная схема PIRATS 2.1 ранее выглядела так. Для очагов в периферической зоне схема практически не поменялась. В 2019 году были уточнены некоторые термины и формулировки для присвоения баллов очагам. Изменился вид левой половины схемы для оценки изменений в переходной зоне. Теперь она выглядит таким образом. Обращаю ваше внимание, что при оценке очагов в переходной зоне данные динамического контрастирования не учитываются, так же, как и при версии PIRATS 2.1. Информация о вероятности наличия клинически значимого рака в предстательной железе по данным мультипараметрической МРТ позволяет лечащему врачу принять решение о дальнейшей тактике лечения конкретного пациента. Градации 1.2 не предполагают необходимости биопсии. При градации 4.5 рекомендуется выполнять биопсию. При изменениях PIRATS 3 данные о наличии клинически значимого рака противоречивые и рекомендованная консультация лечащего врача с усиленным динамическим наблюдением, неспецифическим лечением или принятием решения о биопсии у конкретного пациента. Для иллюстрации вышеуказанного позвольте продемонстрировать несколько примеров. Больной 57 лет с уровнем общего ПСА 12 нанограммов на миллилитрах. При МРТ в медиальном заднем сегменте периферической зоны верхушки левой доли предстательной железы визуализируется очаг до 1,5 см с нечеткими контурами сниженного сигнала на Т2-звежных изображения, имеющий повышенный сигнал на DVI, низкий ЭКД без признаков экстракапсулярной экстензии. Все данные указывают на очаг градации PIRATS 4. Изменит ли градацию очага применение динамического контрастирования в данном случае? В данном случае не изменит градацию. Как была четверка, так и станется. При последующей биопсии выявлена аденокарцинома предстательной железы с суммой GLSEN 7. Следующий пациент 76 лет, ПСА 9,3 нанограмм на миллилитр. Практически в области передней фибромускулярной стромы имеется линзовидной формы нечеткая зона длиной более 1,5 см. Относительно однородного сниженного сигнала на Т2-звежных изображений и явно отличающаяся от классического вида аденома в заднем отделе в виде организованного хаоса. Данный участок имеет повышенный сигнал нефузиона в зверхных изображениях и низкий КД. При динамическом контрастировании он быстро накапливает контрастное вещество с выходом в фазу минимального вымывания. Красный график. Но кривая его вымывания отличается от кривой контрастирования в аденоме заднего отдела. Это зеленый график. Экстракапсулярные экстензии не выявлены. Так как участок имеет нечеткие контуры на Т2-звежных изображениях, это как минимум балл 3 и более. Но он имеет линзовидную форму и имеет размеры более 1,5 см. То это градация 5 по пайрац. Уверенности в этом добавляет высокий сигнал на DVI и низкий ЭКД в очаге. Данные ДКУ свидетельствуют об отличающемся от аденома типе контрастирования в очаге, но не более. То есть они не изменяют градацию никак. При гистологическом исследовании биопсийного материала выявлена аденокарцинома с суммой ГЛИССН-7. Следующий пример. Пациент 56 лет. ПСА 7,2 нанограмм на миллилитр. На представленной серии Т2-звежных изображений представительность железа увеличена за счет аденомы. С преимущественно четкими узелками с псевдокапсулами. Инкапсуляцией. Периферическая зона диффузно-неоднородная с неравномерно сниженным сигналом на Т2-звежных изображениях. На этом фоне можно выделить два выраженных очага. Первый очаг в периферической зоне левой доли с более низким сигналом. Второй. В переднем отделе транзиторные зоны основания, овоидные формы и более гомогенные, чем классическая аденома. Очаг в периферической зоне имеет слабо повышенный сигнал на диффузион взвежных изображений и слабо пониженный ИКД. Это красные стрелки. Очаг в переходной зоне гиперинтенсивен над DVI и умеренно с пониженным ИКД. Это желтые стрелки. При динамическом контрастировании очаг в периферической зоне имеет раннее и повышенное по отношению к фону контрастирование, совпадающее с очагом на Т2-звежных изображениях. А очаг в переходной зоне гиповаскулярный и накапливает контрастное вещество даже ниже, чем задние отделы аденомы. Но мы помним, что в переходной зоне результаты ДКУ несущественны. Таким образом, имеется два очага, которые указываются на схеме. Индексный очаг – это очаг в периферической зоне. На Т2-звежных изображениях и DVI он имеет промежуточные значения – 3 балла. Но положительный результат динамического контрастирования переводит его градацию в четвертую. Атипичный узелок в переднем отделе переходной зоны имеет градацию по РС-3 за счет своей овальной формы и данных DVI практически 4 балла. Гистологически в очаге в периферической зоне выявлена аденокарцинома с суммой ГЛИСНС-6. Атипичный узелок переходной зоны – это стромальный узел доброкачественной гиперплазии. Следующий пациент 62 лет – ПСА 7 нанограммов на миллилитр. При МРТ опять наблюдаем признаки доброкачественной гиперплазии в переходной зоне и неоднородную структуру периферической зоны с нечеткими участками пониженного МР-сигнала на Т2-звежных изображениях. На этом фоне можно все-таки выделить более выраженную очаговость в периферической зоне основания правой доли предстоятельной железы. Представлены данные диффузионно-звежных изображений с получением изображений с высоким диффузионным фактором 1200. Четкой гиперинтезивности на DVI не определяется, однако можно видеть слабо повышенный сигнал в зоне интереса правой доли – красная стрелка. В данной области на общем измененном фоне в зоне интереса нет убедительного локального понижения измеряемого коэффициента диффузии, как и в других отделах простаты. Очаг располагается в периферической зоне с промежуточными данными на Т2-звежных изображениях и DVI, поэтому было произведено динамическое контрастирование. ДКУ демонстрирует отрицательный результат контрастирования очага, который происходит на уровне окружающего фона. Зона интереса – это розовый график, фон – это синий график. Наиболее значимым индексным очагом в данной ситуации является участок в наружном заднем отделе периферической зоны основания правой доли предстательной железы, который был выделен изначально на Т2-звежных изображениях. Учитывая отрицательный результат динамического контрастирования, невыраженность изменений на DVI, очаг рекомендуется наблюдать динамики, то есть градация PIRATS-3. Крайнее наблюдение. Пациент 65 лет с уровнем ПСА 7,8 нанограммов на миллилитр. Пример атипичного узла в переходной зоне с пониженным сигналом на Т2-звежных изображений. Часть контуров очага прослеживается нечетко. Данные динамического контрастирования в данной ситуации несущественны, хотя он накапливает контрастные вещества более выраженно, чем окружающая аденома. Очаг имеет низкий КД, но без повышения сигнала на DVI, что указывает на градацию 3, подлежащую динамическому наблюдению. Хотя в данной ситуации, учитывая явную очаговость, локальность этого очага, лечащий врач вправе принять решение и посоветовать больному биопсию. Часть моих примеров была посвящена промежуточным данным мультипараметрической МРТ. В этой связи опубликован предпринт статьи, посвященной очагам третьей градации Пайрац. Мартина Маги с коллегами провели метаанализ и в 28 научных исследованиях определили распространенность заключения МРТ с Пайрац 3 градации на уровне 17%. То есть 17% это градация 3 была, вот очагов всех. Среди них гистологически был выявлен рак простаты в 36% случаев, а клинически значимый рак в 18,5% случаев. То есть 1,5 от всех очагов градации Пайрац 3. В этой ситуации помимо клинико-лабораторных данных других рекомендуется оценивать плотность ПСА для принятия решения о выполнении биопсии представительной железы конкретному пациенту. Недавние исследования задокументировали высокую точность системы Пайрац 2-й версии при обнаружении клинически значимого рака простатительной железы. Азиатские авторы указывают на чувствительность 2-й версии Пайрац на уровне 88%, а специфичность 77%, что сопоставимо с 1-й версией Пайрац. Также авторами была обнаружена более высокая чувствительность 2-й версии к раковым очагам в переходной зоне, хотя различия были статистически незначимыми. Другие авторы метаанализа, проведенного в 2017 году, указывают, что 2-я версия имеет более высокую чувствительность на уровне 95%, чем 1-я версия Пайрац, без значимых различий специфичности 73%. Таким образом, Пайрац-система не стоит на месте. Во всем мире множество исследователей способствуют уточнением и дополнением оценки мультипараметрической МРТ пристательной железы. И в дальнейшем возможно ожидать появления новых версий Пайрац. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Леонидович. Многие, кто не смотрели и не анализировали МРТ-изображение, прониклись как трудно рентгенологам. Те, кто смотрели изображение, наверное, имеют вопросы. Пожалуйста. Есть уникальная возможность задать вопросы у урологов рентгенологам, рентгенологам, рентгенологам. Пожалуйста. Рентгенологи впереди. Анна Сергеевна, пожалуйста. Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, вы контрастируете... Это вопрос или прелюдия к вопросу? Ну, то и другое, наверное. Первый вопрос, хорошо. Дмитрий Леонидович, вы используете контрастирование всегда или нет? Да, я предполагал, что этот вопрос будет озвучен. Мой вопрос тоже, да. Значит, конкретно в апдейте 2019 года написаны вот эти нюансы про динамическое контрастирование. И написано, что, ну, если смотреть по схемам, да, мы ограничены схематически. Если третья градация очаг в периферической зоне, мы должны его контрастировать. Все остальное, оно как бы не подлежит контрастированию динамическому как таковому. Оно не поможет, не изменит градацию очага никак. Это, если смотреть на схемах пайрац. Но было озвучено в данном тексте этой статьи, что динамическое контрастирование является такой, как бы, немножко такой второй составляющей, которую мы можем оценить еще дополнительно любой очаг. И в том числе и третьей градации, там, второй, первый, там, четвертой, пятой градации. То есть это такая немножко уверенность дает уверенности рентгенологу в том, что вот этот очаг, он там с какой-то достоверностью соответствует очагу. Могу подытожить, Дмитрий Ильич. То есть делать, они пишут, что вроде как надо делать. Надо, да. И... Но вы сомневаетесь. Европейское общество онкорологов, у меня свое мнение. Своё мнение. Нет, я... Дело в том, что это еще упирается и в лечащего врача. Большая часть лечащих врачей считает мультипараметрическое МРТ или бипараметрическое МРТ, это недоделанное МРТ. То есть в любом случае. То есть не сделали динамическое контрастирование, просто хотя бы контрастирование, вы все, вы ничего-то неправильного сделали. Вот у них такое мнение. Это много бывает, и люди иногда возвращаются даже на досмотр с контрастированием динамическим. Хотя мы понимаем, что в данной ситуации это не сильно что-то изменит. Мы можем оценить какие-то другие вещи, найти сопутствующие изменения, оценить некротические изменения в лифузлах, накопление контрастного вещества в метастазах. Но это в данной ситуации конкретно применительно к ПАИРАЦ, это не сильно что-то меняет. Но именно лечащие врачи, многие считают, что вот только МРТ и только с динамическим контрастированием. Они даже зачастую не применяют слово «динамическое контрастирование», они просто говорят «с контрастированием», все. Но, естественно, мы понимаем, что если мы делаем МРТ пристательной железы, то надо делать динамическое контрастирование, а не просто от руки уколоть контраст. То есть, другими словами, Дмитрий Ильинич, вы идете на поводу о мнении европейских и североамериканских обществ, урологов и радиологов, и вынуждены контрастировать, вас заставляет это. И еще лечащие врачи настаивают на том, чтобы вы ведете. Если бы вы этого пресса не ощущали, то вы в какой-то части исследований бы исключили контрастирование. Если качественные изображения диффузионно-звешенные, если вы делали все по руководящим документам, у вас хорошее качество изображения, и вы видите эти изменения хорошо на Т2-звешенных изображениях и DVI, то… Дмитрий Ильинич, ну все, да? Первый вопрос. Второй отсюда посыл был какой? Какой у нас посыл? Так, второй-то был? А? Не было. То есть, надо контрастировать, но это просто надо делать, потому что надо делать, да? Да. Хорошо. Так, Анна Сергеевна, это единственный вопрос ваш? Пока нет. Да. Можно мое мнение по этому поводу? Пока зреют еще вопросы. А не есть вопросы? Да? Есть вопросы? Пожалуйста. По контрастированию мы вернемся. Дмитрий Леонидович, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Вот по подготовке. Предыдущий докладчик вот Анна Сергеевна говорила, что используем спазмолитики. Вот у нее там на слайде был бускопан в таблеточках, да? Глюкогон. И, по-моему, ножку, ну вы говорили еще, озвучивали ножку. Последний раз вот на Европейском обществе рентгенологов я задал вопрос тоже, ну, как бы похожий вопрос. Как часто они используют, как коллегам-рентгенологам, как часто они используют спазмолитики в своей практике? На что был получен ответ, так же, как мы сейчас говорим про контрастирование, они сказали, что они его используют всегда, всегда внутримышечно за 20 минут до исследования и в виде бускопана. Ну, как бы вот, то есть, ну это... Глюкогон, наверное, все-таки. Нет, бускопан. Есть инъекционная форма. Ну, в России у нас он не разрешен, просто вот в своей практике я использую это, и как бы мы используем внутривенно, потому что у нас нет возможности за 20 минут, например, вести контраст, потому что иногда пациент там опаздывает, еще что-то. Мы делаем внутривенно прямо перед самим исследованием. Вот насколько часто вы используете. Просто я по вашим изображениям, вот по некоторым, что касаемо транзиторной зоны, там узлы очень, ну, может быть, это по этим изображениям просто, вот, которые попались, там они не очень четкие, да, и даже на трехтысловых машинах они еще более чувствительны к артефактам, и там, на мой взгляд, это мое мнение, там нужно бускопан, ну, или спазмолитик внутримышечный, внутривенно использовать. То есть вот вы используете свои постоянно или просто вот в моей практике это очень сильно помогает, ну. Виктор Ильич, когда используете спазмолитики или другие средства, снижающие перистальтику? У нас в основном пациент, поток такой идет амбулаторный, и при записи на исследование, естественно, мы эти нюансы озвучиваем. Естественно, мы не можем их проверить и колоть внутримышечно, внутривенно ничего не делаем. Но, естественно, мы уточняем у пациента. Часть пациентов, конечно, исполняет рекомендации, часть нет. Ну, естественно, при неудовлетворительном качестве мы стараемся сказать пациенту, что давайте приходите. Вы отказываетесь от исследования? Ну, тут есть два нюанса, скажем так. Хорошо, рассказывайте. Сама перистальтика тонкой кишки, она влияет на большую часть на мочевой пузырь, на верхнюю стеночку. Но на простату, ну, на семенные пузырьки может еще влиять. Большую часть влияет хождение газа по прямой кишке. Ну, люди у нас все-таки более-менее высокого уровня, поэтому они не могут выпустить газы, скажем так. А именно этот газ мешает, и он для диффузии губителен, и для движения. Временной параметр МРТ это длительный, поэтому вот это движение, оно всегда. Человек, естественно, стесняется. И бывает так, что надо просто говорить пациенту, если мы видим такую ситуацию на первом полученном изображении, то просто по трансляции приходится говорить, что выпустите газы. Ну, вентиляция в МРТ всегда хорошая, закрыто помещение, все выветрится, а изображение будет хорошее. Поэтому просто такая небольшая методика, нюанс уже помогает получить более качественное изображение. А если вы, даже несмотря на эти мероприятия, у вас исследование, ну, качество относительное, да, и недопустимое, можем так сказать. Вы продолжаете исследование или отказываетесь? Отказываемся. Хорошо, спасибо. Еще? Комментарии есть, пожалуйста. Это распространенная вот ситуация, это не только с предстательной железой в лучевой диагностике, и с малым тазом тоже, ну, любой женский таз там, или кишка сигмовидная, когда опухоль. Мы снимаем пациента, тратим время, у нас прогорает, скажем так, запись. Пациент, как правило, приезжает с другого конца города, ну, такое бывает тоже. Вот, а если мы вводим, вот, с гарантией 100% вводим бускопан, или, допустим, в наших российских условиях мы можем использовать свечи, аректальные бускопан перед исследованием, они не так дорого стоят. Это более эффективно, чем таблетки, и, то есть, мы экономим, в общем, очень много моментов, как бы нивелируем в этой ситуации. Так что, вот, на мой взгляд... И всем пациентам, которым назначен малый таз, сразу... Всем, да. Вводить либо внутривенно, либо свечи. Ну, да, внутривенно просто еще удобно, когда вы увидели перистальтику, сразу ввели внутривенно, и можем еще вот... То есть, катетер установлен? Да, катетер все равно стоит, поэтому можно... Хорошо, спасибо, очень интересно. Дискуссия завязалась, Анна Сергеевна? Дмитрий Лениневич будет отвечать на комментарии или нет? Или мы Анну Сергеевну послушаем? Я рад за вас, что вы это делаете. Да, это на заметку, да, технологический вариант. Будем учитывать. Я вполне... Любой способ, который гарантирует получение качественного изображения, должен быть использован. И если вы в своей практике этот способ подтвердили, и для вас он является таким золотым стандартом, действительно это нужно делать. Те, кто этого еще не делал, у нас вот нет внутривенного бускопана, мы не делали, надо как-то это взять на заметку. У нас, ну, в принципе, нам хватало таблетированных или свеч, да, вот это есть бускопан. Ну, так особо... Анна Сергеевна, ваш комментарий, да? Да. Бускопан, он оффлэйбл, да, я так понимаю, применение внутривенное или внутримышечное? Я просто не встречал это. Смотрите, бускопан внутримышечный, ну, в инъекциях по России... Вы смотрите, у нас трансляция по России, так что вы тут... Нет, я... Только законные способы, пожалуйста, озвучите. Законные, хорошо. Да, законные. Тогда, получается, я самостоятельно покупаю для своих пациентов, ну, не то чтобы для своих, а для того, чтобы упростить себе задачу, очень сильно упростить, я самостоятельно покупаю бускопан в свечах в последнее время, ну, это более удобно. Вот, это со стороны законных методов. Вот, а... Понятно. А глюкогон? Глюкогон есть разрешенный, но он дороговат, немножко подороже, чем свече стоит. Там есть очень... Вот, как практика показывает, глюкогон, там очень много еще побочных... Побочных. Да, эффектов у него. Вот. И противопоказаний в том числе. Да. Вот если бускопан в инъекциях бы разрешили у нас, то было бы замечательно. А так его можно, если что, купить день за границей. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Обсуждение нюансов интерпретации. И, может быть, у кого-то, вот у вас есть мнение, я понимаю, у вас достаточно опыт исследования, нужно вводить контрастное вещество и когда? Да, давайте дискуссию эту. Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, мы переходим к обсуждению, это законное наше время. Опять же, чтобы не быть голословным, европейские коллеги, как вы сказали, опять же, вот мы с ними советовались, они, конечно же, используют только, ну, это с их слов, опять же, насколько это законно. То есть они озвучены на законную версию, что они вводят контраст только тогда, когда, естественно, видит очаг, ну, троечка, например, да, когда им нужно там определиться. Вот, практика показывает, что иногда мы в процессе исследования не всегда можем уследить, ну, проследить, вот в моей практике. Можем увидеть этот очаг даже на диффузии, да, то есть мы можем иногда увидеть очаг после внутривенного контрастирования, ранее очагового накопления, а потом вернуться на него на диффузионно-взвешенных изображениях, и, соответственно, как бы это вот поможет нам избежать каких-либо ошибок. Вот это в практике, вот в моей так. Я тоже поддерживаю выступающего, потому что практически врач-рентгенолог сталкивается с изображениями после того, как пациент ушел. И исследование уже сделано. И особенно в трудно интерпретируемых местах, да, это передние рога периферической зоны, там граница двух зон, это верхушка предстательной железы, Ну, и в других, в области, там, центральной борозды предстательной железы, различные включения, снижение интенсивности сигнала присутствуют. Вот для периферической зоны это очень принципиально, да, контрастирование, и здесь мы тоже сталкивались с проблемой, нужно контрастировать, не нужно контрастировать, Мы приняли решение, что лучше уж сделать контрастирование, и потом получить полный объем данных, чем потом пациента вызывать, дообследовать, сопоставлять эти данные и так далее. То есть в нашем протоколе на сегодняшний момент времени, во всяком случае, контрастное динамическое усиление является базовым, и мы от него не отказываемся, даже если мы не видим очагов при первом просмотре. Хотя этот первый просмотр бывает отсрочен, не всегда у нас врач-рентгенолог имеет возможность прийти и смотреть, контролировать получение изображений. Да. Врач-рентгенологическая информация. Что же было с этим очагом изначально? Он там прошел антиандрогенную терапию, он брахитерапию может быть прошел и так далее. То есть органосохранное было ему назначено лечение, и мы не знаем, сейчас мы получили полную характеристику этого очага, а мы не знаем, накапливал ли он до этого. Это прогрессирование идет, или это ситуация, которая осталась на том уровне, на котором была изначально. Поэтому, исходя из того, что мы даже не представляем, какая тактика будет выбрана у этого пациента, нам очень важна первичная информация. И всегда первичное исследование должно с этих позиций, по моему мнению, быть сделано полно, полноценно, чтобы потом уже оценивать динамику этих изменений на фоне органосохранного лечения. Вот такой вот комментарий. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, я считаю, что дискуссия такая есть, обсуждение есть, живое. У кого-то есть мнение, может быть, есть по этому поводу, по технологии интерпретации. Да, действительно, сейчас есть версия Pairaz 2.1, и она существенно помогает в интерпретации опухолевых или подозрительных очагов в транзиторной зоне или в передней зоне. То, что являлось не таким частым, но достаточно серьезной проблемой для интерпретации изображения. Сейчас есть разъяснение, посмотрим, насколько я, в принципе, исходя из опыта своего интерпретации этих изображений, я вполне согласен с подходом. И интуитивно мы так и поступали в этом смысле. Хотя азы были уже изложены, вот, и подходы изложены в версии Pairaz 2, но сейчас они более детально расписаны и таким образом вносят ясность в трактовке вот этих вот сложных случаев центральной локализации опухолевого процесса. Дмитрий Леонидович, у вас последнее слово, крайнее слово, как вы говорите, нет? Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Леонидович. Да, действительно, очень такая подробная инструкция, как анализировать изображение, которое мы получаем. Спасибо. 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 Спасибо.